Наша редакция против употребления, перевозки, производства и особенно распространения наркотиков. Совсем недавно мы рассказывали о пойманной с кокаином Наталье Бочкарёвой. Вчера появилась информация об окончании данной истории. Сериал «Счастливы вместе», часть 2, наши дни, в роли Гены Букина, кокаин. Я имею свернутую купюру, которая у меня будет сейчас спрятана, и мешочек, в котором, ну, обычно говоря, остатки вот этого. Остатки чего? Средства. Какого? Туркотического. Какого? Ну, какого? Я поняла. Какое наркотическое средство? Ну, фитамин там, кашляр, фироин. Я поняла. Где всё это находится у вас? Скажи, здесь? Вам нет. А что находится у вас? В сумке что-либо находится у вас? Нет? Берите ссылочку. Давайте уберите. Через некоторое время Наталья Бочкарёва сказала, что это видео она первый раз видит, что на ней вообще не она, что это всё происки злых журналистов и её недоброжелателей. Конечно, такое заявление не могло остаться без внимания. Сразу начали все сравнивать девушку с первого видео с оригиналом Натальей Бочкарёвой. И вроде бы как бы она там всё-таки сходилась. Но вот Наталья просто пошла в отказ. В интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Люди, которые пытаются заработать на мне, сделать, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артистам. Поэтому, я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости и этих людей привлечём к ответственности. Нет бы сказать, я же вас вот радовал своим талантом, а меня кто порадует? Звезда сериала «Счастливо вместе» не скрывает эмоций и откровенно заложатствует после мягкого приговора. Ведь уголовное дело закрыто, она свободна, а штраф по меркам актрисы и вовсе останется незаметным. Актриса посмеялась над подстроенными историями, гадкими заголовками и злыми языками. Отдельное спасибо хейтерам за то, что закаляли во мне способность держаться. И не обращать внимание на потоки жутких слов, которые не имеют ко мне никакого отношения. Вот так прокомментировала данную ситуацию Наталья Бочкарёва. Дело Натальи Бочкарёвой. Конечно, если бы не феномен столь яркой актрисы, про это дело бы никто и не вспомнил бы и не заметил бы его. Если бы в СМИ не попали бы кадры её задержания, где она весело в своей манере рассказывала про то, что у неё это нашли или не нашли, или не там, или не в том месте, то мы бы об этом не заметили. Для понимания, уголовная ответственность по кокаиву от 0,5 грамма. У неё нашли 0,69. По большому счёту на грани. Её если её обвинять Наталью в каких-то коррупционных связях, то скорее бы её дотянули вниз, чтобы вообще не было уголовной ответственности. И была бы административка. Всё было бы ясно и понятно. В данном случае, бесспорно ясно, красивая, яркая женщина, творческая, искала вдохновение. Нашла таким образом. За что же мы её будем задействовать? Просто растерялась выходит. Просто растерялась, да. Её женщина в этот момент была без мужского плеча. В этот момент её не лихорадила. Не то нашли, не то не нашли. Не то не у неё нашли, не то не нашли. У лицо на неё похоже. А зачем вот это второе видео нужно было, где она прямо сказала, что на этом видео не я, что журналисты это всё придумывают, что они хотят хайпануть, и что всех она привлечёт по суду? Творческая личность. Возможно, в этот момент она искренне в это верила, что с ней тогда произошло не то, что она думает. Может быть, это вообще ей казалось, что это было не с ней. Так бывает, к сожалению. Но, по большому счёту, ведь всё закончилось довольно хорошо для неё. Прекращение уголовного дела и выплаты судебного штрафа – это самый лайт-режим для 228-1. Самый лайт-режим, она несудима, выплатила штраф, всё, уголовное дело прекращено. Сказать, что это именно благодаря тому, что это Наталья Бочкарёва? Наверное, нет. Законодатель позволяет это дело для любого. К сожалению, подчас, действительно, если у тебя нет хороших защитников, нет медийного сопровождения, к сожалению, да, ты по 228 и по части 1 можешь реально уехать. Места не столь отдалённые, особенно если у тебя есть соответствующий бэкграунд. Но, по большому счёту, абсолютно правильное решение вопроса. Судебный штраф, Наталья поняла, что делать надо, что не надо. Второй раз попадётся – всё. Даже с таким небольшим остатком кокаина, может быть, была хорошая вечеринка, но в следующий раз она уедет. Скорее всего, уже по-нормальному. Ну, на зонах тоже есть театры, поэтому, я думаю, она и там не пропадёт. Ну, слушайте, повторюсь, Наталья Бочкарёва – хорошая, яркая женщина. Зачем мы будем ей желать… Нет, 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 мы не желаем. Мы, наоборот, ей желаем хороших ролей. Без тебя играет, но вдохновляется в следующий раз более какими другими, более классическими произведениями… Народного творчества. Народного творчества, да. Сам по себе судебный штраф по 2.8.1 не является чем-то из ряда вон выходящим. При хорошей работе защитников, если ты всё признал, загладил ущерб, вину признался, во всём покаялся… Почему нет? К сожалению, да, это абсурд нашей правоохранительной системы. Подчас он по 2.8.1 всё равно хочет человека добить, сделать ему судимость, пусть даже нереально условно, ну, тем самым, по сути, покалечить жизнь. Конечно же, это… Ну, здесь в данном случае нельзя говорить, что это благодаря именно потому, что Наталья Бочкарёва такая яркая звезда, поэтому она избежала. По большому счёту, абсолютно нормальный, справедливый исход. То есть, именно здесь вот всё должно… Всё было по закону? Вообще абсолютно. Это в других просто делах может быть перегиб. В других бывает перегиб, абсурдность. А здесь, ну, человек первый раз, в творческой профессии. Погорячилась, была неправа, но… Больше так не будет. Надеемся. Надеемся, что продолжений не будет, а Наталье Бочкарёвой мы желаем хороших, интересных ролей и искать вдохновение в чём-то другом, а не в белом порошке. Вот уже более 25 лет редакция «Момент истины» является автором самых громких и резонансных расследований. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату. Если вы столкнулись с беспределом в суде. Если вы испытываете незаконное уголовное преследование. Если вы встретились с произволом чиновников. Если вам есть что рассказать. Звоните в редакцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова